Всем привет! Добро пожаловать на эфир! Я буквально пару минут подожду, пока мы все подключимся, но сначала пару слов о том, о чем мы с вами сегодня будем разговаривать. И мы будем говорить с вами на такую тему, как наша ответственность, личная ответственность, ответственность перед каждым. И также мы будем разбирать фразу «Если не я для себя, то кто для меня?» «А если я только для себя, то что я?» «Если не сейчас, то когда?» Мы полностью разберем эту фразу и поговорим про нашу ответственность. Если мы кому-то что-то должны или нет, если нам кто-то что-то должен или нет, как с этим жить, как с этим бороться. Всем привет! Рада быть здесь в эфире на ВАИКРА. Всем привет! РФ ТОВ! Мы ждем, пока все подключаются. Сегодня мы говорим про ответственность, нашу ответственность. Всем привет! Итак, у нас, у каждого, я уверена, у каждого в жизни наступает такой момент, когда мы начинаем задумываться, а что мы вообще делаем в этой жизни, да? Зачем мы что-то делаем, если мы должны что-то кому-то, да? У каждого из нас есть такие мысли. Всем шалом! Мы буквально пару минут подождем. Я прошу прощения у всех, кто уже подключился и ждет. Всем шалом! Шалом! Можно поздороваться друг с другом. Анжелик, шалом! Ольга, шалом! Всем привет, кто подключился! Талант, Азимов, шалом всем! Итак, мы начнем, и по ходу дела все уже будут подключаться. Итак, у нас, у каждого в нашей жизни наступает момент, когда мы понимаем, что ответственность за нашу жизнь находится в наших руках, что никто вместо нас не встанет утром и не пойдет на работу, никто вместо нас не покормит детей, никто вместо нас не сделает шаббат дома, никто вместо нас, да? И в какой-то момент мы понимаем, я должна это сделать, я должна взять это в свои руки и сделать, да? У каждого из нас есть такой момент. Спасибо большое! Мне очень приятно! Итак, у каждого из нас бывает вот такой пунктик, что мы понимаем, что очень-очень многое висит на нас, зависит от нас в наших руках, и это иногда начинает давить на нас, и мы понимаем, нет, я должен вставать, нет, я должна делать. Например, я целый день была с малышом, я только села на диван, и я понимаю, что у меня сейчас через 10 минут придет муж с работы, и мне надо встать быстро и пойти делать. И я это начинаю делать, потому что я понимаю, что вместо меня этого никто не сделает, да? Теперь, после того, как мы начинаем понимать, что ответственность за нашу жизнь лежит на нас, да, что мы ответственны за свою жизнь, мы понимаем, что такие, да, у нас с вами есть какая-то цель, да? Мы понимаем, что Всевышний не просто так дал нам это чувство ответственности, да? И вот это чувство ответственности, многие могут сказать, что, ну, я ему помогу, потому что я чувствую чувство вины, да, потому что я должен, всем шалом. Так вот, мы с вами говорим про ответственность. Многие могут сказать, что я ему помогаю, потому что там из чувства вины, ну он мой друг, ну я же должен, не, ну я же такой человек некрасиво будет отказать, поэтому я ему помогу. Но на самом деле Всевышний, каждого-каждого из нас, и тебя, и тебя, и тебя, и вас, каждого-каждого из нас отправил в этот мир для взаимодействия друг с другом, для улучшения друг друга, для помощи друг другу, да, кому-то что-то подсказать, здесь кому-то что-то одолжить, не знаю, здесь кому-то что-то подарить, здесь кому-то что-то предложить, да, здесь кому-то что-то посоветовать, здесь сказать комплимент, здесь угостить, да, Всевышний нас прислал в этот мир для того, чтобы мы его улучшали и помогали друг другу, ведь есть очень много заповедей, которые мы сами не можем сделать, например, заповедь ЗДК, да, кому-то помочь деньгами, заповедь ЗДК, разве я сама без кого-то, кто нуждается в деньгах, могу исполнить эту заповедь? Нет, я не могу, или же заповедь учить Тору, или научить кого-то Торе, не знаю, если ты знаешь букву АЛЕФ, скажи кому-то АЛЕФ, как я могу кому-то сказать АЛЕФ, если этого рядом нет? То есть мы с вами помещены в этот мир, и у нас есть предназначение, да, помогать друг другу, и это нормально, что мы с вами чувствуем ответственность, которая есть на нас, ответственность помочь, эту ответственность может чувствовать даже мальчишка, которому 13 лет, и он едет в автобусе, и он видит бабушку, которая стоит, и он понимает, ага, ну я ответственный, значит, ей нужно сесть, я встану, и он ей уступает место, это тоже в своем роде какая-то ответственность, что он чувствует, что он ответственный, да, за что-то, за что-то, за что он делает, и так, мы с вами уже сказали, что у каждого, у каждого из нас есть очень много ответственности, на работе, в семье, дома, перед Всевышним, да, перед соседями, я не знаю, перед друзьями, очень много на нас лежит ответственности, и второй этап, что это нормально, Всевышний нас и создал, чтобы мы помогали друг другу, да, не из чувства долга или вины, а из чувства, что мы за это ответственны, кроме нас, этого никто не может сделать, вот если сейчас, это, я не помогу моей подруге, то все, я упустила момент, упустила шанс, все, я ей не могу помочь, теперь, но прежде чем помогать другим, нужно понять, что мы в первую очередь ответственны за себя, мы ответственны за свои слова, мы ответственны за свои действия, если мы кого-то обижаем, мы ответственны за свой личный пример перед детьми, перед друзьями, перед гостями, которые пришли в наш дом, и вот эта вот ответственность изначально начинается лично из нас, она должна исходить от нас и для нас, да, для начала мы должны понять, что я ответственна за себя, за свою жизнь, да, и только от меня зависит, завтра у меня будут силы, будет вдохновение или нет, и только от меня зависит завтра, или там, да, от меня зависит, будет кусок хлеба у моей семьи или нет, только от меня зависит, заработаю я завтра на грядущий мир заповедями или нет, от меня зависит, помолюсь я или нет, приготовлю или нет, то есть очень многое зависит от меня, от меня зависит, моя подруга улыбнется или нет, от меня зависит, если эта семья получит то, что им необходимо или нет, От меня зависит, если я смогу повлиять на этот мир или нет. И вот это вот понимание, что да, на нас с вами лежит очень-очень многое, и этого не нужно бояться, это нормально, что мы ответственны и друг за друга, и за себя. И в первую очередь нужно быть ответственным за себя, за речь, да, за какие-то свои действия, чтобы не обидеть никого, особенно, вот я уже упомяну ещё раз, ответственность вот это вот перед детьми, да, вот этот вот личный пример обязательно, потому что если мы хотим воспитать детей, так это только личным примером, они всё-таки смотрят на нас. Вот, и у нас с вами есть выбор, да, мы принимаем эту ответственность и используем её, или мы отнекиваемся, делаем это из чувства долга и мучаемся от этого, да, или же мы, да, принимаем это. И я хотела бы ещё упомянуть здесь историю, как один великий раввин пришёл к своему ученику, навестить его, проверить, как он, позаботиться о нём, да, спросить у него, узнать, как дела. И когда он пришёл, то его ученик там еле-еле поднял глаза на своего учителя, да, он так усердно, усердно учился, занимался, и учитель к нему, привет, шалом, как дела? Он так, ой, здравствуйте, да, я здесь учусь, я стараюсь. Он говорит, да, ну как твоя учёба, как ты? Вот, всё хорошо, я отрёкся от всего мира, я закрылся в доме, я учусь, меня ничто не отвлекает, а то этот мир, он так отвлекает. Этот инстаграм, этот телефон, эти друзья, эта работа, это так отвлекает. Я вот от всего этого отказался, мне это ничего не надо, вот я сижу, учусь, учитель, и вы долго здесь будете, а то мне учиться пора. И учитель, конечно, на это посмотрел и сказал ему, послушай, когда на улице холодно, ты можешь одеть шубу, да, и тебе будет тепло. Но есть второй способ, это когда ты разжигаешь костёр и делаешь тепло всем, не только для себя, да, и вот сейчас ты делаешь, ты одел шубу, сидишь у себя дома, отрёкся, казалось бы, от мира и учишься, и у тебя нет ответственности ни перед кем, да, а вот это вот понимание того, что да, я могу повлиять на окружающих, я могу разжечь этот костёр, я могу дарить вот это вот своё тепло, я могу помогать, я могу обнимать своих друзей, да, я могу что-то советовать, я могу что-то подсказать, я могу просить помощи, не боясь, да, я могу своим примером, своими какими-то поступками, да, вдохновлять, я не знаю, просить, вот что-то такое, да, и это называется ответственность, которую мы, когда реализуем, мы чувствуем себя хорошо, почему? Потому что в нашей природе, в нас заложена вот эта ответственность, чувство долга, ну, не то, что чувство долга, а чувство, что мы нужны друг другу, что мы, только если мы вместе, мы команда, мы семья, да, только если я помогаю, только если я здесь реализую, здесь, там, не знаю, делюсь тем, что у меня есть, тут меня уже благодарят, и это мне, вау, так тепло, тут я делюсь теплом, тут со мной делятся, и вот это вот взаимодействие, да, с окружающим, окружающим с нами, оно и даёт вот это чувство полезности, чувство полноты в этом мире, да, чувство, что спасибо, Ашем, ты дал мне эту жизнь, я живу полной жизнью, я делаю то, что я могу, я делаю то, за что я ответственный, спасибо, да, получается, да, и пора вот это вот задуматься, достаточно ли я делаю, да, достаточно ли, что я ещё могу сделать, чем я могу ещё улучшить этот мир, чем я могу улучшить положение в моей семье, как я могу поднять настроение всей семье, да, мы вот с мужем шутим, если у жены нет настроения, настроения нет у всей семьи, если у мамы, у жены есть настроение, счастливы в доме все, да, Поэтому мужчины нужно стараться делать своих жен, своих мам счастливыми, и тогда вы точно будете счастливыми. И, конечно же, женщины тоже нужно помнить, что и счастье мужчин тоже зависит от нас. Это, не знаю, когда это вкусный ужин, когда это хорошее слово поддержка, иногда это дать 15 минут полежать на диване, да? Вот эти вот маленькие ответственности, которые тоже лежат на нас. Но когда мы, да, не боимся и делаем что-то для других, это ни в коем случае не отнимает у нас ничего. Это, наоборот, прибавляет, потому что мы выполняем то, что в нас заложено Творцом, мы выполняем свою миссию, да? Мы живём вместе, мы помогаем друг другу и улучшаем этот мир. И дай Бог, чтобы в ближайшем времени мы ещё больше начали уделять этому время, мы ещё больше начали показывать Всевышнему, что мы достойны прихода Машеха, что мы достойны лучшего мира, что мы этого заслуживаем, что мы, да, что мы выполняем свою задачу. И дай Бог, у нас это будет получаться хорошо. Вот. Это то, чем я хотела с вами поделиться. И спасибо большое, что вы есть. Спасибо большое, что вы выполняете свою ответственность по отношению ко мне, что вы присоединились. Спасибо большое, что я выполняю свою ответственность перед вами, что я делюсь тем, что я знаю, делюсь тем, что есть, и что я учусь. Вот. Спасибо вам большое. Я всем желаю хорошего вечера. Вот. Много благословений. Всем пока!